В последние дни весны в Донской публичной библиотеке был дан старт новому литературно-художественному и музыкально-просветительскому проекту «Странный герцог и музыка», который был подготовлен специалистами двух отделов – Центром по работе с книжными памятниками и отделом искусств. Данный проект посвящен представителю русской ветви Мекленбургского дома, правнуку императора Павла I, герцогу Георгию Георгиевичу Мекленбургскому, генерал-майор русской армии, коллекционер и библиофил, музыкант-любитель, основатель струнного квартета камерной музыки, носившего его имя, счастливый муж и отец четырех детей, неуклюжий человек с тонкой артистичной душой, одним словом, странный герцог. Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области представляет книги из личной библиотеки герцога с его экслибрисом, реконструкцию фрагмента книжного собрания Мекленбургского. Это издание 18-й и первой половины 19-го века на французском языке, а также труды современных исследователей, посвященные его личности. В книжном вернисаже демонстрируется издание 19-го, 20-го и 21-го века, посвященное дворцово-парковому ансамблю «Араниембаум» резиденции герцога Мекленбург-Стрелицкого. В 1896 герцог Мекленбург-Стрелицкий основал струнный квартет, который стал носить его имя. Квартет этот стал одним из самых известных коллективов в Петербурге. За свою чуть более чем 20-летнюю деятельность они побывали в 150 городах и 11 странах мира. Отдел искусств подготовил выставку, посвященную этому квартету. В выставке представлены несколько видов литературы. Это книги, посвященные непосредственно самому квартету. Это хроника музыкальной жизни Петербурга. Различные книги о жанре квартета, где также упоминается этот ансамбль. Следующий раздел выставки – это литература о тех композиторах, музыка которых составляла репертуар коллектива. И третья часть выставки – это ноты тех произведений, которые играл квартет. Особняком стоит издание журнала 1916 года, в котором помещается статья о 20-летии коллектива. И она примечательна тем, что поскольку и герцог наш был странным, то и квартет тоже странный. Вместо статьи о 20-летнем юбилее, она называется о 25-летнем юбилее, что, конечно, было ошибкой. По традиции сотрудниками библиотеки был подготовлен аннотированный каталог ко всем книжным выставкам проекта, который доступен как в электронном, так и в бумажном виде. Проект свою работу продолжит до конца июня. Всех желающих ждем в гости в Донской публичной библиотеку.